Дальний Восток Работица, отсутствие инфраструктуры, умирающая медицина, криминал, в том числе и во власти. Все это привело к упадку края и озлобленности жителей. Для того, чтобы возродить регион, необходимо было создать точки роста для его экономической столицы. Одним из важнейших пунктов стало решение первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова о создании во Владивостоке суперсовременного медцентра. Не надо высокоить. Да, да, да. Сможешь застроить. Чуть-чуть у меня переборщился. Мне кажется, мы попали. Строительство медцентра началось в 2011 году на территории острова Русский. Там же возводился и новый кампус для университета с инфраструктурой на 50 тысяч человек. Сам остров был соединен с материком Вантовым мостом с самым длинным в мире пролетом. В состав медцентра вошли 11 лечебных и 3 диагностических центра. Консультативная поликлиника с офисами врачей общей практики, научно-исследовательские лаборатории, служба информационных технологий, центральное стерилизационное отделение. Общая площадь возводимого комплекса зданий – более 20 тысяч квадратных метров. В основе проекта лежит новая для России идея интеграции теоретической и практической медицины. Именно поэтому медцентр является стратегической частью Дальневосточного федерального университета. В ДВФУ была открыта школа биомедицины. Говорим о школе биомедицины, которая ориентирована на проведение исследований в первую очередь, на подготовку специалистов и на внедрение этих исследований в практику здравоохранения. В нашем случае это попытка в классическом университете создать одновременно школу биомедицины, которая будет заниматься исследованиями и внедрением технологий в современное здравоохранение, и медицинского центра, то есть клиники, оснащенной по самому последнему слову техники, укомплектованной высоко квалифицированными специалистами и очень высоким уровнем медицинского менеджмента. Школа биомедицины инициирует ряд крупных проектов. Это создание центров ядерной медицины, разработки новых лекарственных препаратов, геномной и регенеративной медицины. И вот строительство завершено. Было закуплено самое прогрессивное медицинское оборудование, как российских, так и иностранных компаний. Особая гордость клиники – робот-довинчи. Впервые в России появился четырех руки робот-хирург. Центр лучевой диагностики также оборудован по самым высоким стандартам. Особенностью этого оборудования является то, что здесь пациент проходит позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией. Для более качественной диагностики автоматизирован даже процесс обработки анализов. Клиника-диагностическая лаборатория нашего центра оснащена современным модульным аналитическим комплексом. Это позволяет делать одновременно из одной пробирки несколько видов анализов. Производительность данного комплекса составляет 1600 пробирок в час. Но основную работу все-таки выполняют люди. Штат сотрудников составит около 500 человек. Также медцентр планирует привлекать к работе волонтеров. Самые прогрессивные технологии лежат и в основе операционного блока. Он оснащен центральным стерильным ядром. Такая система в России также появляется впервые. Все оборудование, которое мы здесь видим, оно интегрировано между собой. Управлять данным оборудованием во время операции может хирург из своей стерильной зоны. С помощью вот этой вот рабочей станции хирург может сам для себя выбирать определенные комфортные режимы работы того или иного блока. Экономия времени, безопасность, возможность телемедицины и телестрации, образовательные моменты. Это вот те основные цели, которые преследуют создание вот таких вот операционных комнат. Дифференцированный подход – одна из особенностей нового медцентра. В операционной шесть блоков для различных типов вмешательства. Для гибридных операций на сердце в медцентре установлен новейший ангиограф с системой свободного позиционирования. Данные операции выполняются совместно с сердечно-сосудистыми хирургами и специалистами по рентген-доскулярной диагностике и лечению. Хирург делает так называемую мини-кторакотомию, то есть совсем небольшой разрез в межреберии, через который уже специалисты по эндоваскулярной хирургии устанавливают свои устройства. Это может быть клапан, нейтральный, аортальный, это может быть тенграфт, эндопротез, ваорту, грудной и брюшной отдела аорты. У нее есть географическая установка, у нее есть рентген-скопический приемник. На экране мы видим изображение рентген-скопическое, и именно при помощи него уже врач-рентген-хирург проводит устройство. Разумеется, студенты и преподаватели ДВФУ станут первыми пациентами этого чуда медицинских технологий. Но лечение будет доступно всем жителям Приморского края. Это очень важно, потому что сейчас, например, жители Приморского края, большей частью за высокотехнологичной медицинской помощью, 60% из них, отправляются в другие регионы России. С открытием медицинского центра мы предоставляем такую возможность. Планируется, что для проведения уникальных высокотехнологичных операций сюда смогут приезжать все жители страны. Также есть возможность платного стационара. Строительство такого технологичного медицинского центра во Владивостоке радикально меняет качество жизни в регионе. У него целый ряд задач. Это и обеспечение растущих потребностей региона, и обеспечение крупных проектов, которые ведутся сейчас на территории Приморского края, и обеспечение взаимодействия края с партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и, наконец, формирование некоего центра притяжения для молодежи. Ввод медицинского центра в эксплуатацию состоялся 1 июля 2013 года. Мы выражаем особую благодарность компании «Кропус Интернешал», кураторам из аппарата правительства, просто врачам, которые помогали, госкорпорации Ростехнологии, которая поставила самое серьезное оборудование, которое существует сегодня в мире. Мероприятие посетили российские и зарубежные медики, а также инициатор проекта Игорь Шувалов. Клиника здесь, в Владивостоке, может быть, одна из самых современнейших в стране. Мне, конечно, бы хотелось сказать, что самая современная. Здесь сегодня среди гостей присутствуют медики, самые лучшие медики, представляющие родные регионы, из Борбежа. Специалисты Министерства здравоохранения России говорят, что такой другой высокотехнологичный клиник сейчас в стране многофункциональной нет. Тем не менее, я не берусь говорить о том, что это лучший центр. То, что это лучший центр, где они восточные, где они в округе, это сто процентов.